здравствуйте дорогие друзья приветствую вас из иерусалима наш урок сегодня номер восемь цикла учим талмуд мы с вами продолжаем изучать читать трактат брахот 4 главу тфилат а шахарш наш сегодняшний урок восьмой идет в память шолом бен цви ирш и сара бат авраам мы с вами находимся на листе двадцать седьмом первая страница и мы приближаемся уже к окончании этой страницы для того чтобы перейти на следующую с божьей помощью на прошлом уроке и вообще на прошлых уроках вообще мы изучаем сейчас мишну первую мишну из этого из этого из первых из этой главы еще не перешли ко второй главе и наше мишне если мы помним шел спор между мудрецами и рабе иуды на тему до каких пор длится тот срок когда можно начинать молитвы тфила шмонесры шахрит шахрит утренняя молитва мусов дневная молитва минха на ближе к вечеру и ночная вечерняя мы им говорим здесь по-русски но она на самом деле ночная аравит или марев хравит гемаре в талмуде аравит и про шахрит и про минху про шахрит мы долго говорили а теперь переходим к минхи про минха мы помним что сказано было мудрецами что ее можно начинать что ее время это минхи до весь день от аэров до 12 часов весь светлую срок светлую часть суток делили на 12 начинали с первого часа с отметки ноль это был пи начало первого часа и завершали двенадцатым часом а полдень это шестой час так вот можно было до этой отметки до 12 молиться ада рф сказали мудрецы а рабеуда сказал до от плага минха до половины минхи и это было время минхи минха до половины минхи моя минха до половины вашей минхи вы говорите что все говорят что она начинается 6 половины в полдень и еще полчаса и до завершения дня это вы так говорите а ягу только до половины этого срока называется плага минха половина минхи до 11 часов 11 часов без четверти так он сказал это было про минху а про шахрит мы говорили с вами что удалец и сказали до полудня до отметки 6 до до 6 часов до окончания 6 час а рабеуда с ними не согласился и такая наша аллаха такой на закон до четырех часов а именно до окончания четвертого часа до четвертого часа включительно так мы этим 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 мы и занимались и сегодня начинаем читать дальше нашу гимару дальше тфилат гаминха ад рф в хули это цитата из мишны тфилат гаминха молитва минхи ада рф в хули так сказал тана кама 1 мудрец или мудрец и араби гуды сказал до половины минхи до 11 без четверти вот это начается начинаем это изучать а марлей раф хизда раф ицхак сказал ему а марлей сказал ему раф хизда так вызвали амора сказал никому своему учителю и раф ицхак ему и и своему учителю это одновременно происходит раф хизда сказал ему раву исхаку он спросил на самом деле а там амар раф каханы там сказал раф кахана аллаха караби иуда а там это там где там да мы сейчас только учили на предыдущем уроке после того как мы выучили мнение араби иуды и мудрецов и мы выяснили что раби иуда каждый раз как говорит от да это включая тот до чего до до 4 часа включая это мы это выяснили а в конце гимара сама спросила какая аллаха какой закон пришел раф кахана и сказал аллаха караби иуда поэтому сейчас раф хиздоров раву ицхаку своему учителю напоминает там мы такую фразу сказали сказал раф кахана аллаха аллаха караби иуда так он сказал так начало его вопроса а потом еще продолжает главное почему аллаха караби иуда гуиль утнан бифхирта каватай гуиль в это называется потому что поскольку тнан так мы учили в мишне трактата и дует откуда нашу этот трактат и дует это потому что он называется в гимаре бхирта бифхирта в данном случае мы учили и мы уже говорили эту тему во времена когда рабе лезер прям в первый день говорят ноги приступил к исполнению должности на си вместо раба на гамле или там были некоторые нововведения внесли например 400 скамеек в зал учения убрали прислужим прислугу человек который стоял и брал деньги с тех кому раба на гамле или разрешил входить разрешил ходить только тем проверенным людям которые как снаружи так и внутри были не лицемеры рабе на элитро бен азаре сказал что это ничего не нужно учить тору будут все много изменений и одно из них получи такое он совершение мудрецов он был самый молодой из них и один из самых умнейших он сказал теперь нужно за каждым зафиксировать все все знания которые у него есть все законы которые он знает но мы еще не записывали это и они начали свидетельствовать я свидетельствую что вот такой-то закон при мне учили или я такое-то свидетельствую что такое-то я видел и отсюда можно вывести вывести закон все это называется и дует свидетельств и вот на основе того что было сказано когда делают что-то приношение томит в храме к его делай храма верно рабе лезер лезер бен азаре уже не было когда делали томит был такое свидетельство рабе иуда бен бава сказал это да что делали до конца 4 часа а поскольку привели шахрис установили шахрис шахрид читать в то время когда приносили этот там тамид тамид то лоха по поводу этого тамида а следовательно и шахрид а как раме иуда так сказал раф кахана это был жив он был и амора это же было после того как болтиз заседания прошли осталось только у них сам трактат и дает итак он сказал там у нас лоха карабиуда почему уж так записано выдает так он сказал а хамай а здесь хаха здесь май что каков закон здесь это по поводу минхи он сказал почему то что мы же обсуждаем филами а до эров и вот на эту пришел раф езда и спросил своего учителя рава ицхака шахрид там все понятно здесь что какая лоха почему потому что про шахрис есть спор мудрецы и рабиуда и про минхуешь есть спор про мудрецов и рабиуду относительно шахрид а мы знаем а здесь мы ничего не написано ничего не сказано такая лоха так он спросил читаем совершенно удивительная фраза и штик в ломарлей в ломеди и штик замолчал и не сказал и ничего по-русски это называется смолчал не сказав ничего прям чистой фразы и штик от смолчал в обязательно вов нужно ставить и вело амарлей и не сказал в ломеди и ничего и не сказала ничего так это точно период но такая калька иврития звучит очень красиво смолчал марафис и ничего не сказал ну что ж был такой урок раф кист достался без ответа на свой вопрос и возможно только какое-то другое время заинтересовался ответом рафыцах почему-то не сказал кстати нужно сделать расследование она сделана просто эту сторону нас отводит а потом еще к нему может быть вернемся почему рафыцах смолчал и же ответ ну рафхиз да он мудрец туры и что он сделал амар рафхиз да он не получил ответа от учителя и сказал рафхиз да на экзай она на экзай а слова хозе посмотрим посмотрим мы сами как решить эту проблему поглядим откуда он посмотрит сейчас будет фраза вот откуда мы выведем этот закон на экзай она ми дыров ми дыров мы целая шаль шаббас шаль шаббат бр в шаббат ми бод йойм из посмотрим мы и выведем этот закон ми дыров ми из д что из того что рав рав это имя крупнейшего учителя отец всех амураем в вавилоне и в бавале мы целый шаль шаббас шаль шаббат не знаете иногда у меня проскакивает ашкиновский язык который молился из того что раф так вызвали учитель с большой буквы мы целый молится в данном случае но молился произносил шаль шаббат произносил субботнию слово тфила здесь выпущено митпалэль тфила шель шаббат это слово тфила выпущено мы целый шаль шаббат б эров шаббат накануне эров это вечер субботы на самом деле это накануне субботы и он пришли в пятницу ми бод йом еще днем он молился рав вечернюю молитву шаббата субботы и нужно в субботу молиться он еще ми бод йом называется еще когда светло было еще когда была пятница так он молился и отсюда мы можем выучить очень простое правило знаете здесь на чем важная вещь это я все говорю это написано после раф просвет проносил субботнюю молитву накануне субботы еще днем это понятно нужно писать после половины минхи ахрей благ минха но до окончания дня вот этот час четвертью это написал ритва иначе чего-нибудь понятно сейчас он молился еще за загадя шмамина алга караби иуда учи отсюда шмамина это слушай мина и и отсюда отсюда из этого из этого положения как аллаха караби иуда здесь нужно сделать маленькую остановку что все это вообще это означает и почему отсюда то что он молился вечернюю молитву первую молитву субботнего дня видно что алха караби иуда что минху нужно молиться до плагминхи а позже уже нельзя откуда следует но маленькое замечание раф есть такое мнение так написали очень многие что так он поступал только накануне субботы не каждый день и каждый день он мог бы если бы он каждый день делал это одно она наконец работа другое чем скажу что это непростая вещь накануне суббота и мы так часто поступаем он поступает так накануне субботы прибавляя отбудни и отъем шиши берет некоторый срок к святому дню после чего он уже вошел субботу тем самым взял взял субботу есть такое мнение что иногда в каких-то случаях нужных их можно было бы объяснить что человек молится этот марев а субботу член себя не взял очень странное мнение но если такое тоже в обычные дни он молился аравит только после наступления после наступления ночи так рош написал роша это большой комментатор а другие тоже да не он так поступал всегда поэтому посыл был в гостях в эту субботу поэтому отсюда мы учим что это обычное правило еще есть такой спор очень любопытный спор смотрите сейчас он рав произносит вечернюю молитву еще днем час четверть остается да может меньше до заката солнца вечернюю молитву что такое вечернюю молитву ну сумма это называется шмана эсре а шма шма эсре которому читать перед вечерней молитвой он тоже произносит или нет так вот спор шел на эту тему есть такие мудрецы которые сказали что после плейной минхи можно не только говорить и равит но и читать шма вот это очень шма почему читать крят шма чтение шма может брать и читать филу митплэлим не читают по-русски вообще все читают рабейну там пишет что для шма время после плейной минхи считается ночью это считается ночью и можно читать шпа шма очень спокойно а другие большинство все остальные рожба рожь все возражают ему что быть такого не может рабе иуды разрешает произносить только аравиты до наступления ночи причем на у нас такой закон тоже сафарадим такой закон если ты читаешь но чтение шма надо отодвинуть может читать час пожалуйста произноси что полный молитву принести но потом это повтори когда будет ночь все знают с этим случаем проливать шма нужно будет повторить если искал шма вместе с советом еще днем должен повторить и ночь связано это с тем что прошла сказано что произноси шма когда ложась и вставая так сказано в самом шма и мало кто ложится с закатом солнца до заката солнца поэтому шма не читается арабы но там говорят очень мало есть такие которые ложатся а раз так то все нормально ровку был правильный шма читал так иначе это был спор такой на нем мы оставим главное что мы сейчас мы видим что из-за того что равву молился вечернюю молитву это нужно вообще там молиться после заката солнца после появления звезд уже вечером еще когда солнце было видно за час четвертью даже может быть отсюда мы видим что закон по рабе иуде что значит по рабе иуде который сказал минху читает до 11 без четверти откуда это сказано день еще не кончился равв произносит вечернюю молитву это означает что до конца дня завершено время чтения минхи и это не согласуется смене мудрецов которые сказали нет еще время минхи не прошло для них минх это идет до конца дня до до а дайеров значит это согласуется смене мраби иуды который сказал что минха читается до бесчетверти 11 и вот этот зазор в час 15 вот можете читать мариев вот он и читал если она это очень странно почему потому что да время минхи кончилось по рабе иуде а кто сказал что началось время марева мне простой пример пример от себя говорю например время шахрита кончается по мудрецам в полдень правильно по рабе иуде с окончанием четвертого часа в четыре а минху там который читаем после шахрита мы начинаем произносить после шести с половиной часов значит там есть такое время когда нет никого ни шахрита не минхи кроме муссов может нам все муссов все это лейпорде значит что то мы можем произносить мне каждый день почему здесь решили что раз время минхи кончилось то тут же начинается время марева это очень странно и все мудрецы на это отметили это вопрос отметили и раша написал сама гемара как будто бы и понятно так и понятно самой что я если минха закончилась в 11 бесчетверти то начинается марев и это не очень то и очевидно почему не очень очевидно потому что я когда нашел три объяснения из книжках может быть больше три объяснения этому моменту раз это очевидно было не надо было бы объяснять мудрецы не установили точное время для вечерней молитвы и аравит его нету а раз точного времени для аравита нету то что то отсюда следует так написали в первом объяснении то отсюда следует что можно начинать и говорить сразу после крайнего срока минхи тоже нет установленного времени не сказано от каких и до каких сказано эйн кэва так сказано а раз так то после минхи можешь первое объяснение поскольку существует еще второе объяснение третье значит не всех удовлетворил такое объяснение второе объяснение очень интересное так сказано мудрецы установили аравит в соответствии с чем когда на мисбэх на жертвенники сжигали остатки жертвоприношений дневных это была молитва аравит когда сжигали вот эти а варим разные остатки и все ночи их могли живет их сжигали после того как время сжигания томи до кончилось и и эти начинали сжигать их сразу же после окончания времени сжигания томид так и на эту тему искал рабе и вода что он сказал томид до 11 без четверти а потом начинали сжигать что остатки которые остались от всех по большинству мнения от всех остальных жертвоприношений по меню тусовод по моему мы говорили в прошлый раз точно только сжигали остатки от самого томида ну параби иуди начинали именно с этого времени а молитву вечернюю молитву аравит и установили когда сжигали эти остатки вот их и начинали сжигать до окончания дня часа четверть нормальное объяснение хорошее а еще мнение агро и агро мнение такое сказано нет нет молитвы аравит постоянного времени это в мишне сказано я такую фразу сказал это означает что аравит можно произносить в любое время когда нельзя произносить другие молитвы я не знаю откуда веленский гаон взял это звучит очень красиво нет постоянного времени значит только тогда когда нет ничего другого по мудрецам начиная с 12 часов с наступлением ночи и до утра параби иуди начиная с 10 часов и три четверти часа и до утра так иначе мы сейчас увидали что из того что рав молился вечернюю молитву еще днем вечернюю ночную еще ночью наступила мы видим что был такой показ период времени когда можно было молиться эту вечернюю молитву и вот он и молился возможно а раз у вас можно никаких других молитв там не было минка кончился а минка кончился возможно только для раби иуды которые вышли минка кончается за за час четвертью до наступления ночи вот мы сами одолею вообще такой непростой материал дальше читаем сама гемара говорит адраба все наоборот совершенно неожиданно так люблю это адраба все наоборот не так это из чего мы выучили сейчас что лаха караби иуда из того что молился рав все свои тиши это из другого места нужно жить и так написано мидравгунна вэрабананна ло гаву мэцалу ад орта не молились до наступления света наступление ночи это красивое название наступление вечера наступление ночи ждали когда начался наступит отсюда мы видим шмамина и на ла и на ла хака раби иуда вы говорите что из того что раф молился дом поэтому лаха караби иуда что там есть время когда нет минхи иначе он не молился вечернюю молитву арамид так вот знаете травуны и мудрецы никогда я так полагаю никогда не молились вечернюю молитву пока не наступит ночь отсюда клах аллаха не как раби иуда так они сказали наступление ночи произносит минху это уже наступление ночи произносит минху и они некуда замбул марев аравица ставить это же мнение мудрецов но не раби иуды это настолько странно сейчас дальше по ним читать но тут все мудрецы остановились все комментаторы и начали очень интенсивно комментировать это место раф молился и ты не говоришь он не молился что-то неправильно средне молился же раф молился вечернюю молитву аравид до наступления ночи его ученик никогда не молился до наступления ночи только после и что это означает это же ученик что кто важнее раф или или ученик хороший вопрос я даже бы взять рава ответ да нет именно по ученику мы сейчас это будем делать почему именно из поступка из поступка рава уны ученика мы берем доказательства то что он не мог поступить иначе он поступал как его раф как вы учитель а как его раф поступал валился только после наступления ночи да но в нашем-то случае и это то что молился после наступления ночи мы видим по ученику ученик ничего нового не сделает данном наше лучше написано что он молился до а это был особый случай один раз дыхак на за США так так получилось так написал рашаш слышите именно пора пора в уни мы видим как поступал раф вот об этом гимар рассказала наоборот и вставал шара в уна ученик рава молился только вечером но ночью когда уже после заката звезд мы видим что лоха карамею не раме иуда ученики так вот гимара не может на этом успокоиться и раф поступал так однажды поступил траву на поступил так и поэтому аж то теперь это когда называется псаг да теперь вот вот как нужно поступать аж то теперь дело измер илхота локомар в локомар дело д потому что лох не и там из за того что не сказано илхота локомар в локомар не сказано что лоха илхота не ни как этот не как этот не сказано об этом то можете поступать какие хотите. Удивительное решение Гемары. Да а ваде кемар, а ваде, у да амар кемар, а ваде. А вад это сделал. То есть, как поступил. Если он сделал как этот учитель кемар, это даже не написано, что просто такое выражение, кемар ва комар. Как этот авад сделал, засчитывается. У да а вадем кемар аваде, а сделал как этот учитель, тоже сделал Всё правильно, и всё это засчитывается. Но мудрецы на этом не успокоились, комментарий идёт. Тем не менее, надо однажды не просто скакать как угодно, надо выбрать линию поведения. Вернее, РАФ вообще не выбирает линию поведения, или, может быть, в целом большом районе, главное, РАВИН. И вот как поступает эта община, и как поступает ваш РАФ, нужно так всё и поступать. Если вы живёте отдельно, и у вас нет РАФ, временно, я надеюсь, то нужно выбрать одну линию, и её придерживаться. Нельзя каждый день решать всё это заново. И ещё очень важная вещь. Можно молиться, молитва РАВИД засветла днём тому, кто заканчивает МИНХу до половины МИНХи. Не впритык с окончанием дня. Но тому, кто молится её после половины МИНХи, именно впритык с окончанием дня, уже засветла, произносить РАВИД нельзя. Мы говорим про обычные дни, не про субботу. К субботу вообще отдельный разговор, к субботе прибавляют, и на этой теме мы ещё поговорим. Ну вот сейчас Гемара приводит случай, когда РАВ признасил РАВИД засветла. Сейчас прямо эта история будет приведена. И из этой истории выводится целый веер законов в положении, очень интересных, нужных нам, нужно их всем знать. Сейчас мы это увидим, как Гемара выводит законы из одного действия. Все видели, как РАВ поступил? Читаем. РАВ ИКЛА, РАВ ГНИВА. Я слышал, как-то признасили в одном месте ГНЕВА. Возможно, и так. Такое непростое имя – это имя мудреца. РАВ, так вот звали, РАВ, наш РАВ. ИКЛА это называется ГАСТИЛ. Он пребывал в гостях. ЛЕБЕЙ ГНИВА. В доме мудреца по имени ГНИВА. ВЫЦАЛАЙ ШЕЛЬ ШАБАТ, БЕРФ ШАБАТ. О, наш случай. И молился молитву субботнюю. Слово «молитва» нет. ВЫЦАЛАЙ МОЛИЛСЯ. Это АРАМИТ. ШЕЛЬ ШАБАТ. Молитву ШЕЛЬ ШАБАТ. Субботнюю молитву. БЕРФ ШАБАТ. Накануне субботы. Не в субботу, как мы молимся, а накануне субботы. В странах Европы. Может, Канада тоже. Летом, когда всё очень поздно начинается, ночь приходит очень поздно. Пусть фито знают, прибавляют, особенно родителей. Можно прибавить к субботе. Как прибавить? Главное, чтобы точно было не когда мы хотим с утра, например, да, а после того, как был плак Минха. Нужно знать это время. С какого времени надо прибавлять. Вот Рав, так или иначе, однажды у Гнивы, не написано Рав Гнива, у Гнивы, и он молился субботнюю молитву накануне субботы. Вегавы, мыцалы, раби, ирмия, бараба, ляхурейды, равв. Вегава и был, мыцалы, молился, молится, раби и ирмия, так его звали, бараба, сын папы, да? Его отца звали абы, значит, Авраама звали, скорее всего. Раби ирмия, вы заметите, раб без всего, а раби, амора, он просто родился в Израиле, поэтому звали раби и ирмия, ученик рава, он с ним приехал сюда. Бараба, ляхурейды, равв, ле, вместе, ахурей, сзади, ахурей, юд, рей в конце, сзади него. Сзади него кого? Сзади кого? Сзади как будто отдельное слово. Дэ, равв, принадлежащий, ахурей принадлежащий равву, сзади равв. Все видали, он молится, и мы сейчас из этого изучали закон целый раз, значит, можно молиться Марию в вечернюю молитву до наступления ночи, и глахак, ираби, иуда, как будто бы. А сзади него стоит его ученик любимый, ираби ирмия, бараба, сзади равв, и тоже молится. Весием равв, и закончил равв. Закончил равв, что закончил? Молитву. Все видали, что он молился и закончил. До того, как закончил ее, ираби ирмия, бараба. «Вело паски, ли целутый де раби ирмия?» Вело паски и не разрубил. И не прервал молитву раби ирмии. Тот продолжал молиться. То есть, как продолжал стоять равв на месте, так и не сходил с места, свое место. Рав стоял перед стеной, ливная мудна, написано. Ну, может быть, перед колонной, неизвестно, перед чем-то неподвижным. И молился. А его ученик стоял сзади, и молился за спиной. И чтобы вернуться на место после молитвы, это вечерняя молитва, не надо ждать, когда хазан будет ее повторять. Рав надо было пройти перед молящимся. Вот перед своим учеником. Он этого не сделал в силу запрета. Нельзя это делать. Сейчас мы увидим, что это означает. Из текста видно, что Рав, по крайней мере, не пошел мимо ученика. Но вот там есть еще одна вещь. Нужно сделать три шага, вы знаете, в конце молитвы, да? И вот написано было, что он эти три шага тоже не сделал. Вернее, такое объяснение. Возможно, он сделал три шага, потому что все-таки Лопасский, да, не прервался. Сделал три шага, но не пошел. Но это будет против Шульхана Руха, который был через очень много столетий после Рава. Шульхана Руха тоже не на ровном месте придумал. Никакие три шага не делают, если за тебя стоит человек и молится. По крайней мере, если он молится с тобой в одном менять. Если сделал он эти три шага, прям тоже непростая вещь. Послушайте, если он сделал эти три шага, как следует из Гемары, потому что написано, что он не пошел на свое место. Три шага-то он, наверное, сделал. То это, скорее всего, что Раби Ирме стоял немножко в сторону, не за спиной. О, тогда три шага можно сделать. В некоторых случаях Шульхана Руха разрешает. Мишна Брура строже к этому. Давайте, значит, что закон мы потом расскажем. Очень интересный закон. Может быть, целый урок даже посвятим. Просто очень хороший, интересный закон. Так или иначе, он не прервал молитву Раби Ирме. Вело паский лицлут и цлута – это молитва. До Раби Ирме. И отсюда следует. Шмамина тлат. Шмамина – это значит, «слушай отсюда» – это лат три. Называется «учи отсюда три закона». Три закона. Из-за того, что один ученик стоял сзади учителя, и учитель, закончив молитву, не сделал эти шаги. Шмамина – это «слушай отсюда» – это постановление. Что человек произносит молитву. Митпалель – Адам – человек. Шель шаббат – молитву субботнюю. Бе-эров шамат может произносить субботнюю молитву накануне субботы. Но после половины минхи, как мы говорили, как это сделал Раф? Это отсюда следует. У Шмамина – Митпалель – Талмид – Ахарейдар – Рабо. И Шмамина – и учи отсюда, что Митпалель – Талмид – ученик молится, и ему разрешается молиться, а Харей – Рабо стоит сзади своего учителя. Нормально. Вопрос возникает, если не учитель, а ученик. Ну, тем более, наверное, даже ученику разрешается стоять сзади учителя. И третья вещь – Ушмамина – Асур, Лавор, Кенегат, А, Митпалелин. Митпалелин – это арамейская форма, но еврейского глагола молится. Ушмамина – и слушай отсюда. Асур – что? Асур – запрещено. Лавор – проходить Кенегат перед молящимися. Нельзя это делать. Поэтому Раф стоял на своем месте до окончания молитвы своего ученика, любимого ученика, Раби Ирми. Ну, три закона мы отсюда выучили. Можно к субботе прибавлять и молиться, ну, после плагминки, вечернюю молитву. Вторая вещь – можно стоять сзади своего Равина, Рава, в общем, серьезного Равина. Не просто... Мы еще расскажем эту тему. А третье – что нельзя ходить перед тем, кто молится. Я надеюсь, вы этого не делаете. Вообще, во всех остальных случаях. Даже учитель перед учеником это не может делать. Ну, дальше Гемара продолжает. Мессая лэй ли Раби Ашоа бен Леви. И это Мессая, вот вся эта история, вот эти выводы, вот эти законы, они зафиксированы. И это помогает лэй кому? Раби Ашоа бен Леви. Был такой Раби Ашоа бен Леви, и он сказал некоторую фразу, некоторый закон, и мы сейчас с ней познакомимся, увидим, что это прямо отсюда следует. Асур лэаворк негат амитполылин. Запрещается. Проходите перед молящимися. Нельзя молиться. Так сказал Раби Ашоа бен Леви. И теперь мы можем сосаться. Вот, смотрите, у нас еще есть закон. Он есть. Он выведен. Гемар вопрос спрашивает сразу. Ини? Разве? Неужели помогает? Неужели есть такой закон? Ини, нас понесили Ини во многих мысах, где написано Ини? Ини это, да ну, вот что это означает. Да, оно не может быть. Разно уже не. Это те вот, Ини. Слово Эйн нет. Ини? Разве? Так вот же мы знаем. Это написано в времена, когда это были крупнейшие учителя Раби Ами, Раби Аси, руководители всего поколения, того поколения еврейского. Они-то спокойно проходят перед молящимися. Что вы рассказываете? В то время, как составлялся Талмуд, это все знали об этом. Вот мы можем посмотреть на них. Прямо сегодня. Что вы рассказываете? Что Раби Ашо бен Леви. Сыну сказал, сказал, но кто сказал, что это такой всеобщий закон? Может быть, это в их общине так было? Сама Гемара отвечает. Нет. Раби Ами в Раби Аси. Худ сли арба амод гуды халфи. Гавы ды халфи. Нет. Они прошли, они проходили ды халфи. Гуды халфи. Тут про звук сказано. Вообще-то это он. Они проходили. Смотрите, что написано. Раби Ами в Раби Аси. Худ сли арба амод. Вне четырех локтей они проходили. На расстоянии человек молится. На расстоянии четыре локтя. Это называется два шага. Можно было проходить и больше. А меньше уже было нельзя проходить. Поэтому никакого предваречия у нас нет. И все встало на свои места. Нельзя молиться, если ты... Можно молиться сзади Раба. Нельзя проходить мимо молящегося. В пределах... А у Раба, наверное, не было этого предела. Он, наверное, в предык стоял. И третье правило. Что можно молиться сзади учителя. Еще и прибавлять к субботе. Да, все три закона повторили. На этом гемар... В последней строчке нашей страницы гемар это не останавливает. В Раби Ирме. Гахи Авид Гахи. Как это он сделал так? Гахи как Авид Гахи. Как сделал так? Каким-то образом. Почему? Зачем? Раби Йуми. В Га Амар Раби Игуда. Амар Рав. В Га Амар Раф Игуда. Извините. Амар Раф. Вискала Раф Игуда. Ученик Рава. О котором мы все время говорим. Это он стоял молился. Раф. Леулам. Ло Итпалель Адам. Никогда человек не может молиться. Сейчас мы переходим на давка в Зайна Мудбейт. Перелистываем нашу страницу. Не может человек молиться. Ло Кенегат Рабо. В Илла Харе Рабо. Правило такое. Это сам Раф сказал. Откуда мы знаем? Потому что его ученик Раф Игуда, крупнейший Амар Раф, после смерти учителя, сказал, что Раф объявил, нельзя человеку молиться ни рядом со своим учителем. Ло Кенегат Рабо. В Илла Харе Рабо. И сзади Рава тоже нельзя молиться. Правило такое. Что это вдруг Раби Ирмия? Так странно поступил. Кто ему так разрешил? Написано Раби Ирмия, кстати, без имени. Ну, сказано, ладно. Раби Ирмия. Ученик Рава. Нельзя ни сзади, ни сбоку стоять. И нельзя и сзади стоять. Или даже объяснили, а почему, между прочим, нельзя сбоку и сзади. Сзади и понятно, почему. В этом есть некоторый вызов. Гава. Вот я равный с моим Равом. Раф стоит. Вот я. Мы одинаковые. Некоторые добавили. А вот сзади стоять. Тосов, вот очень интересное объяснение привели. Сзади стоит человек, и там в молитве есть поклоны. Могут подумать, что вот он своему Раву клонится. Ни Равину, ни своему Учителю я могу. Вот его спина, я могу поклониться. Нормально. А тут такое правило было нельзя. А другие, так говорят, Раби Ирмия, он так сказал. Да нет, почему поклоны? Все в этом смысле одинаковые. Все прекрасно знают, что Всевышнему совершают поклоны. Но молясь сзади у своего Учителя, ты заставляешь его ждать. Если твоя молитва затянется, а он закончится раньше. А раз так, Тирха называется, слышу, утруждаешь своего Рава. Вообще стараются даже обычного человека не утруждать. Уже если ты долго читаешь, признаешь свою молитву, ну, встань где-нибудь так, что нет перед тобой людей. Чтобы ему было что? Чтобы человек, который стоит перед тобой, он привязан теперь, ему будет стоять, пока ты не завершишься. Все уже ушли, один молится. До утра будет молиться, а перед ним человек стоит. Но на расстоянии больше, чем два шага можно. А некоторые стоят и больше. Сейчас так делается и на любом расстоянии. Так или иначе, как-то он так сделал. И если что, если у нас есть правило, сам Рав через своего ученика Рава Иуду сообщает нам, что нельзя молиться ни за день, ни рядом со своим Учителем. Мы в Итании, и учили в Барайте, интереснейший Барайте, в Итании, Раби Лезер Омер, Раби Лезер, это у нас идет текст на новой странице, говорит, Раби Лезер говорит, это она, Сейчас он перечислить сразу нескольких людей. Раз, два, три, четыре, пять. Пять людей скажет, они приводят к несчастьям в еврейском народе. Сейчас скажу, какое несчастье тоже. Раби Лезер Омер. И кто говорит шалом своему учителю? Шалом, как сказать, но тен шалом. Обычно, как всем людям, пояснение, шалом алейхом, он сказал. Меса шалом алейхом, Раби, мой учитель. Рав, все-таки, пора пришло, время сказать, что есть не просто Рав Равина, а его личный учитель, которому он учил, большинство, называется Рав Хахмато. Хахмато – это большая его часть мудрости. Или Хадмик Долеадор, или руководитель еврейского поколения, такой крупнейший раввин. Например, главный раввин данного города. Или общины, не дай Бог. Не дай Бог смыслям стоять сзади него. Тот, кто молится за это своего учителя. Ва на тен шалом ле рабо. Вместо того, чтобы сказать, слом алейхом, Рэбе. А уж тем более, когда он говорит, я бы сейчас так вот сказал, на ты. Все же говорят на ты друг с другом. А тут написано, нельзя поступать с ним, как с обычными людьми. Шалом алейхэм. Он единственный. Это как в русском языке, уважение выражается через множественное число. А вы не могли бы мне сказать, как пройти туда-то. Вообще один человек стоит. Это считается вежливостью. А вы врите всегда. Ты. И приезжающие люди думают, что так можно общаться с раввином. Сказано, что так нельзя. И многие так и обращаются. А тем. Вы. И глагол такой. Например, вы можете мне сказать, а там и холим лягидли, и холим, видите, а там у человека общается, краву. Так принято здесь. И это не просто калька слепая из русского языка, а из польского. Откуда мы еще приехали? Так написано здесь. Шалом алейхэм. Не шалом алейх, а шалом алейхэм. Так или иначе, тот, кто это делает, делает плохо. Кто молится сзади учителя, приветствует своего учителя обычным таким обращением. Вагамах зир шалом ля рабу. И отвечает ему на его приветствие тоже обычным. Он говорит, шалом алейхэм. А я ему говорю, алейхэм шалом. Алейхэм шалом рэбе. Раби. Это написано Раби. Это третий. Кто молится сзади. Кто приветствует его или отвечает на приветствия обычным образом. Вага холек аль ишивату ашель рабом. Холек. И оспаривает, так написано, оспаривает дом учения ишива. Да, это ишива. Дом учения своего, своего учителя. То есть, создает свой дом учения, свою ишиву без разрешения раба. Вот у меня с ним накопилось очень много разных противоречий. Сейчас по-новому буду учить. Его не спросил. Вага аумер. Двар шелош шама мипи рабо. И говорит то, говорит некоторые вещи, закон, толкование, объяснение истории. То есть, что он не слышал от слов своего равина, своего учителя. На самом деле, а как же говорить по-другому? Хедуш новый, открытие. Что теперь нужно делать? Многие так говорят. И при нём не говорят, а при нём может говорить и только с его разрешения. Уж тем более не говорят, еще никто так написали. Не говорят то, что не слышали из его уст, ссылаясь на него. А я слышал такого-то. А на самом деле, вот он мне говорил. И все эти пять человек, что? Горем лешхина, шетисталек, мисраэль. Хас, а раз так, то каким образом раби Ирмия молился, стоя сзади своего учителя, рава? Как это он сделал? Игемар отвечает. Это прямо посередине дьюна, посередине обсуждения. И мы в следующий раз с Божьей помощью двинемся именно с этого места. И ответили. О, Шани. Шани, есть отличие. Он не просто был ученик. Шани, раби Ирмия, бар Аба, раби Ирмия, сын Абы, да Талмид, хавер Аба. Он был учеником и другом рава. И по водосту подходили друг к другу, и по многим параметрам он считал своим равом, своим учителем его. И поэтому сказано про ученика, что он Талмид, раби Ирмия, бар Аба. А на самом деле, он был его учеником, другом. А другу уже можно стоять сзади учителя. На этом мы с вами сегодня завершаем наш урок. Я думаю, он был легкий. Но все равно попробуйте вернуться и еще раз посмотреть его. Или послушать, или почитать. И лучше всего прям с текстом самой Гемары. Удачи вам во всем. Всего хорошего. Шалом, шалом.